В российских регионах закипела работа, власти принялись исполнять поручения президента, прозвучавшие накануне во время прямой линии. Вот уже губернатор Мурманской области едет в Апатиты, чтобы разобраться с медицинским обслуживанием. В Челябинской у людей не будут отбирать жилье, в находке разбираются с угольной пылью, в Омске еще перед прямой линией убрали свалку, которая копилась три года. Общение президента с народом лучший стимул для чиновников работать внимательнее и лучшая возможность для рядовых людей решить проблемы, которые годами не удается сдвинуть с мертвой точки. Елена Горшинина о результативности президентского эфира. До сноса их домов оставалось каких-то три дня, но теперь они точно знают, процесс остановлен. К президенту России жители садоводческого товарищества дружбы Челябинской области обратились от безысходности. В судах они проиграли местной газовой компании. Купленные именно в законных основаниях еще в 2000-х земли оказались спустя десятилетия в охранной зоне газопровода. И по решению суда жильцы должны снести дома за свой счет. Не правы они. Не хочу возмещать. Они арестовали все мои карточки, арестовали гараж, арестовали даже вплоть до того, что садовый домик, который уже снесен по документам, они даже его арестовали. Потому что у нас до сих пор еще есть зеленки на дом и на землю. Никакой компенсации нам за это не положено. Нет местных властей, естественно, нет нефтяников, нет кого. То есть вы купили, вы и снесите еще, пожалуйста, и деньги заплатите за то, что вы снесли. Реакция Владимира Путина была однозначной. Их нужно оставить в покое. Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне. Но те, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Теперь власти Челябинской области внесут в Госдуму проект поправок в федеральное законодательство. А история садоводств взята на особый контроль. Чиновники обещают, ничего сносить никто не будет. И у нас уже в апреле был готов проект решения, с которым мы вышли в профильный комитет Государственной Думы, который предлагает либо вынести изменения в законодательство существующее, либо рассмотреть вариант компенсации жителям, если их объекта недвижимости попадает в охранную зону и их положено будет снести. Также жители Челябинской области одним в виде обращения к президенту помогли всем россиянам, оказавшимся в похожей ситуации. А история Ивана Таркина из Владивостока должна навести порядок в выдаче так называемого дальневосточного гектара. Сам герой прошел все круги ада, пока наконец не получил кадастровый номер. Но договор на участок ему так и не выдали. Да выдайте мне мой договор, который я вам подал. Все. Мне начинают говорить, что там какое-то законодательство, что там что-то. Понимаете, если мне выдали договор и не было никаких претензий, я его подписал. Вы отдайте мне договор, а проблемы все решайте другим путем. Уже в ходе прямой линии стало понятно, Владимир Путин в курсе проблемы. На Дальнем Востоке, заявил президент, не слишком аккуратно создан кадастр земель. Там есть и ведомственные участки, и охотничьи угодья, которые не могут передаваться в собственность. Но решать проблему, заявил президент, все равно надо. На бумаге одно, а на земле реально другое. И поэтому вам номер кадастровый выдали, а потом, наверное, начали проверять. А там наверняка какие-то несовпадения. И нужно урегулировать со всякими ведомствами эти несовпадения. Я этим тоже постараюсь позаниматься. И таких, как Таркин, говорит прокуратура Приморского края, много. За этот год ведомство нашло более 400 нарушений выдачи дальневосточного гектара. Чиновники, ответственные за федеральную программу, теперь в один голос уверяют, разберемся со всеми. А выбранный Иваном Таркиным участок действительно охотничье угодья. И заявителю предложено два варианта. Гражданин может подыскать себе другой участок. Либо, учитывая рекомендации федеральных органов, учитывая приостановку этого заявления, он может подождать. Как было пояснено, и в принципе сейчас уже есть законопроект, который будет этой осенью внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает внесение изменений в 119-й федеральный закон. Вообще Дальний Восток и Север в этот раз проявляли активную позицию. Достучаться до местных чиновников, со слов жителей, сложно. Поэтому они используют самый короткий вариант решения проблемы в Кремль президенту. Так, на видеосвязь вышли жители Нягани. Временно жилье для работников, а это всего лишь обыкновенные вагоны, стали для этих людей постоянным домом. И хотя программа по расселению идет, многие боятся, что не дождутся ее окончания. Хотим, чтобы хотя бы под старость лет, чтобы пожить в нормальных условиях. Не ходить в 50 градусов, как в этом году было, в туалет на улице, а чтобы нормальные условия, горячая, холодная вода, туалет теплый. 35 лет живу здесь, на пенсии. Всю жизнь проработал и никаких сдвигов. Президент всех успокоил. Темпы программы по расселению таких городков будут повышены. Деньги в программе жилища на это есть. В том числе и на 2017 год. Мы будем выделять эти средства до тех пор, пока задача решена не будет. Мы обязательно ее решим. Активность в этот раз проявляли не только взрослые, но и школьники. Так с Владимиром Путиным по видеосвязи пообщался ученик с говорящей фамилией Андрей Боль. Мальчик был возмущен, что уголь в порту находки перегружают открытым способом, и эту черную пыль глотает весь город. Ничего хорошего в этом нет, конечно. Надо посмотреть, как организована работа в портовых сооружениях. И так, видимо, сложилось исторически, что возят через город, наверное, перегружают там, или из города возят, или через город возят из порта. Посмотрим обязательно, как там организована работа. И постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован. Теперь Андрей Боль настоящий герой находки. Соседи благодарят всю семью за участие в жизни горожана. Сам мальчик обещает лично контролировать ситуацию. Я думаю, что все проверится. Но потом мне после трансляции позвонил оператор и спросил у меня номер телефона. Так что, я думаю, еще мне позвонят из правительства. Елена Горшинина, Светлана Шишкина, Владислав Матусов. Известия специально для Пятого канала.